Дорогие друзья, мы очень рады вас приветствовать. Очередной раз на площадке Zoom вас приветствует Центр русского фольклора Государственного российского Дома народного творчества имени Поленова. У нас сегодня лекция в рамках нашего проекта Folk Zoom замечательного человека, исследователя, практика, кандидата педагогических наук, руководителя ансамбля, создателя, руководителя ансамбля Оберег, человека, который открывает вновь и вновь для себя что-то новое, никогда не останавливает. Вот сколько лет я знаю Елену Германову, ну может, конечно, не так много лет, но во всяком случае за какие-то последние годы Елена Германова постоянно ищет. И сейчас важнейшее место поддерживает, актуализирует. Она является заместителем заведующего кафедрой народной художественной культуры Московского государственного института культуры. Это достаточно интересное направление и ее новый взгляд совместно вот с Вячеславом Михайловичем Щуровым им удается на иной уровень вывести эту специализацию. Это первый момент. Второй момент. Елена Германова потрясающий специалист по работе с детьми. Она один из кураторов нашего проекта, который продолжается уже пять лет. Это детский-юношеский фестиваль, вернее, форум «Наследники традиции», который мы проводим в Артеке. И Елена Германова, прежде всего, это человек, который для меня, и не только, наверное, для меня, открыл, обратил внимание на традицию, которая, казалось бы, вот рядом, сел на электричку и оказался в традиционной культуре Подмосковья. Однако не так много и специалистов, и творческих коллективов, которые занимаются этой традицией. И вот Елена Германова сегодняшнюю лекцию посвящает как раз традициям Подмосковья. Слово Елены Германовой Борониной. Добрый день, уважаемые друзья. Рада всех видеть. Начинаем. Дмитрий Викторович, пожалуйста, включайте нашу презентацию. Ну, а я, наверное, начну с того, что Подмосковье действительно более чем достойно того, чтобы им заниматься, так, потому что это синтез того, что вообще происходит у нас в России. Я много общаюсь с нашими самыми интересными этнографами и музыкантами, и филологами, и другие специальности России. И все говорят, ой, когда начинают слушать Москву, здесь немножко Белгорода, здесь немножко Твери, ой, а это чистая Калуга. Ну, в общем, короче говоря, всего понемножку будет Москва. А мне представляется, что, наверное, и так, и сяк, а скорее даже наоборот. Вот Москва, и дальше она уже как бы оплодотворяет все на свете, все вот эти вот наши региональные традиции. Ну, конечно, понятно, что истина посередине. Итак, я много лет, с 1990 года занимаюсь Подмосковьем. Вот уже около 30 лет я по нему путешествую. Оно безгранично, оно чрезвычайно интересно. И зона моих научных интересов, моих исследований — это Восточное Подмосковье. Я надеюсь, меня слышно, да? Все хорошо? Все в порядке? Итак, Восточное Подмосковье. Почему именно оно? Да потому что оказывается, что что? Москва же, она чрезвычайно разная, просто разная, потому что, во-первых, Московская область огромна совершенно, да? Это не одна страна европейская. А во-вторых, слишком много было, так скажем, миграционных потоков с юга, с запада. И в результате, да, и все это вместе складывалось, варилось. Плюс еще городская развитая культура, естественно, она была и культура более богатого слоя, плюс культура фабричная, которая пошла уже где-то в конце 18 века, здесь 19 век, да? Всякие переселенцы отовсюду на свете, в основном, кстати, из центральных регионов России, все это перемешалось, перекрутилось, переварилось и превратилось вот в то, что мы сейчас называем подмосковным стилем. Есть ли он один или их несколько? Кто является самыми интересными представителями традиционной народной культуры Подмосковья? И мы именно об этом и поговорим. Но я хочу сказать, что вообще подмосковье мне казалось, что прям ничего известного нет. Нет, уважаемые мои, уже специалисты, без пяти минут, кто заканчивает вузы, те, кто собирается поступать. По Москве много достаточно материалов, много, безусловно. И я назову среди них, наверное, ведущих исследователей. Это все-таки Светлана Ивановна Пушкина, это Мария Ворисовна Чернышова, это Владимир Борисович Сороков, Сорокин, это Елена Владимировна Бессонова. Ну, ваш покорный слух, а я позволю себе к этому отнести. Это Анна Васильевна Кулагина, МГУ. И, в общем-то, это Юрий Асходович Багрий и многие, многие другие. Публикаций достаточно много. Из них самые, пожалуй, научные, наверное, сегодняшние, соединяющие и этнографию, и музыку, и филологию, это являются публикации «Фольклорные сокровища Московской земли» под редакцией Гацака, тот, который выходил вот на стыке 20-го, 21-го века, 2000-е годы в основном. Там есть тома и обрядовый фольклор, и сказочный фольклор, не сказочная проза, детский фольклор и так далее. Все это чрезвычайно интересные, уникальные где-то данные. Я вам искренне советую, чтобы они обрели место на ваших полках, тем более, что в самом, скажем, Институте мировой литературы, что напротив Гнесинского училища, вход в него, там до сих пор можно купить отдельные тома вот этой серии «Фольклорные сокровища Московской земли». Ну, конечно, вклад Пушкиной, Светланы Ивановны и ее правой руки, это Сорокин Владимир Борисович, тоже, безусловно, интересен. Ну, а мы с вами идем уже по экспедициям, которые сложились, вот еще раз говорю, последние 30 лет под моим руководством, и это были различные организации. Прежде всего, это педагогический колледж номер 12. Просто вот девочки, мальчики, которые будущие педагоги, мы собрались и поехали без особых каких-то таких, ну, даже квалификаций, скажем, много готовились, это было интересно. Простите, простите, у меня сейчас конференция. Вот, и это, значит, Московский дворец творчества на Воробьевых горах, это детский коллектив, из которых, кстати, пожалуй, что самые интересные, наверное, для фольклорного движения на сегодня, вот мной подготовленные люди вышли, и это немножечко открытый педагогический университет имени Шолохова. Итак, коротко о самих крестьянских музыкальных традициях, которые можно выделить в Восточном Подмосковье, прежде чем перейти к мастерам. Я считаю, что их три. Давайте мы с вами посмотрим карту Московской области. Следующий слайд. Карта Московской области, именно, следующий слайд. Да-да-да. Ой, а поближе нельзя ее увеличить? Сейчас. Вот оно, наше Восточное Подмосковье, да? Здесь разговор пойдет еще ближе. Разговор пойдет о Павлово-Пасадском районе, о Орехово-Зуевском, немного Егорьевском, немного Раменском и Шатурские районы в основном. Вот эти районы мы с вами задействовали. Вот мой курсор, наверное, не виден, конечно, да, Дмитрий Викторович? Курсор не виден, да? Нет, я вам покажу. Ага. Дмитрий Викторович, давайте так. Сверху течет река Клязьма. Показывайте ее наверху, Дмитрий Викторович. Видите? Вот направо, правее, правее Клязьма течет. Вот она. Вот, вот Клязьма, да. Теперь у нас Москва-река. Вниз по диагонали идет от нее, вот она Москва-река. И Ака, внизу Ака, вот она Ака. Вот эти основные водоразделы и составляют вот те традиции, о которых мы с вами говорим. Где-то, ну, в общем, вы знаете, что традиция распространялась по рекам, и московская область далеко не исключение. Итак, первая, первая такая традиция связана с древней мещерой. Такой своеобразный клинг географический от пограничей Владимирской и Рязанской области, вот направо, да, направо, вот граница, да, 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 вот здесь вот вниз, видите, вниз, 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 нет, вниз области, да. И дальше мы идем прямо от этой границы, которая идет по реке Прарека-Бужа, цепь мещерских озер, отделяющей московской области, вот Рязанской, вот эти вот, да, край, правый край прямо карты, да, и мы идем вот туда, вот в сторону Сокольников, по прямой, прямо в сторону Москвы до Сокольников, такой сужающийся клин. И вот, скажем, Лосино-Островская, Сокольники, это все остатки прежней древней мещеры, которая, ну, которая, вот, сказать, и есть, мы находимся в древней мещерской низменности, ее составляли финно-угорские племена, которые тоже определенным образом, как ни странно, наложили отпечаток, вот сейчас в 21 веке мы его видим. Итак, я думаю, что мы можем сказать, что один из самых ярких представителей вот этой мещерской традиции является Клавдия Ивановна Филина из деревни Беловская, мещерской подмосковной традиции, вот, честно скажу, что это в рамках моих исследований, у меня впереди еще посмотреть, что, о чем говорила Светлана Ивановна Пушкина, так хорошо проанализировать, да, расширить этот список деревень, но сейчас мы сосредоточимся вокруг деревни Беловская, Шатурского района. Вот Шатура, Дмитрий Викторович, смотрите, вот крайний такой голубой у нас, да, идет райончик, выходящий прямо во Владимир, да-да-да, вот она Шатура, да-да-да, вот она Шатура, и вот здесь вот находится деревня Беловская недалеко, с прилегающей к ним деревнями, мы достаточно много в ней работали, и вот, на мой взгляд, Клавдия Ивановна Филина из деревни Беловской, она один из самых ярких представителей этой московской мещерской традиции. вот, что характерно, что является такими характерными чертами ее пения, да, у меня есть объект нематериального культурного наследия в реестре культуры РФ, подготовлен именно по наследию Клавдии Ивановны Филиной, вот я пишу именно о ней, как о представителе московской традиции, древней, мещерской, да, традиции, беловской традиции, даже если можно так выразить. Что же характеризуется этот стиль? Прежде всего, архаичный репертуар. Значит, мы были у Марьи Ивановны, Клавдии Ивановны, извините, как уже это год, 907 год, да, 97 год были, вот, и вообще это известное трио, которое выступало даже в этнографических концертах в Москве, вот только Клавдия Ивановна, одна младшая сестра была в живых, ее одну мы записывали. Я думаю, что в будущем мы пополним наш кладезь, наш объект в Нидеральном Крутоне, добавим туда всех трех, пение всех трех сестер, на сегодня только одну Клавдию Ивановну послушаем. Вот смотрите, что же в ее репертуаре архаичного? А репертуар один из признаков традиции, да, это такой очень яркий показатель. Калятки у нее есть, весенние заклички, сказки с напевом, сказочным говором, свадебные величайные песни с формульными напевами. Они скорее такого лирического, сдержанного плана величайные, да, ярко выраженная традиционная поэтика, а также не менее редкие для Подмосковья весенние проходные песни. Музыкальное голосоведение в песнях весьма плотное, песням свойственно очень небольшой диапазон, мелкая, с трудом прослушиваемая, виртуазная мелизматик, я бы сказала, такого восточного, ориентального плана даже. Вот в Твери подобное, где соседство Карелов есть, тоже финно-угорские корни, да, подобное прослушивается. Вот, оказывается, в Москве тоже такое есть. Средняя тиссиатура, достаточно спокойное изложение, мягкий посыл звука. Давайте послушаем, давайте покажем мы Клавдию Ивановну Филину, снимочек, да, покажем, получается у нас. Вот она, Клавди Ивановна. Так, где она у нас есть? Клавди Ивановна, слева она стоит, красные кофточки, слева Клавди Ивановна Филина, да, 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 седая женщина, вот красные кофточки, да. Вот она, наша Клавди Ивановна дорогая. И теперь мы послушаем песни. Давайте мы начнем с Верея. Верея моя Вереюшка. В общем, короче, это рабочие записи, там будут слова, будут вздохи. Ну, слушаем рабочую запись, такая она у меня есть сейчас в моем распоряжении. Слушаем. Верея моя Вереюшка. Так, что у нас не идет? Так. Дмитрий Верчнев, нет звука. А у меня хороший звук, наслаждаюсь. Так, друзья мои, у кого не слышно еще? Сейчас еще раз пытаемся. Вот, слышно, 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 задержка идет. Слышно? Слышно. Слышно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чуть заметное дрожание, чуть заметная вот эта вот мелизматика внутренняя если будете в чистую петь, вот просто эти ноты у вас совершенно другая песня получится, а вот та вот энергия пульс такой, мелкая-мелкая пульсация внутренняя, которая есть в этой песне она передается как раз благодаря мелизматике если бы мы послушали еще песни, то увидели бы, что вот у них почти все песни, а это еще раз говорю свадебная песня, да она, ну сказать, прессвадебная на свадьбе могла звучать то все вот песни свадебные они поются почти на этот мотив, практически на один мотив то есть это говорит о существовании такого достаточно правильного формульного напева, опять-таки дошедшего до конца 20-го столетия, который существовал в Московской области вот у нее чудная совершенно проходная песня что Красен Красен в огороде маг я думаю, что в интернете можно ее найти да, и другое, то есть это исполнительница очень интересная, причем когда Марья Борисовна Чернышова мне рассказывала когда она записывала трех сестер, то Красковь эта младшая вообще была незаметна и не слышна и так что-то подпевала там потому что нераздорнутое голосоведение конечно очень плотное идет в этой мещере двухголосие и вообще-то это гетерофония по-хорошему ну можно назвать двухголосие то есть частичное расхождение то в общем они нередко случайно нередко импровизационно случайно так скажем вот, так вот наша дорогая Клавдия Ивановна не только мастер по в песне и в удивительных длинных, мощных таких традиционных текстах которые сейчас под Москвой почти не найдешь уже да, жестокий роман в основном представляет все так она еще и представила нам закличку Чувиль-виль-виль ворота разбил Дмитрий Викторович давайте следующий образец поставим то есть это уже не пение это интонирование обрядовое традиционное слушаем редкий образец московского московского обрядового исполнения и пения и текста самого по себе мало календаря в Москве сохранилось очень мало каким он мог быть я думаю что наверное дети когда бегали звучали бы по-другому а вот она в условиях дома конечно она дома на улице я думаю что это Чувиль-виль-виль закличка звучала бы по-другому слушаем не хочет пока да с такой задержкой идет думает вот ну могу сказать что когда мы общались с Ириной Николаевной Некрасовой она нам давала давала учила песенку сороки святые мальцы слепые и так далее очень симпатичные там очень высоко звонко очень высоко звонко мы пели а вот здесь вот она приближается к обыденной речи вот насколько это так ну в общем это надо судить так звука нет у нас почему ну давайте кот барана и фуфилишку попробуем сказку нет звука совсем да ну да припадем косить вот ну смотри кот баран в фуфилишку идет жеребы кот и барана в фуфилишку вот они в фуфилишку ладно ну да я кот на место не могу вот смотри кролы яблоки чтобы мульяга не пришла и утащила ладно ладно они пошли кот и барана и утащила фуфилишку и сидит и его подъезжает фуфилишка мой бабушка да яблочко есть ты такая подъезжает нет я не дам тебе яблочко ты меня пожалуй тащишь фуфилишка милая моя я тебя не трону да дай пожалуйста ну да а ты мне фуфилишка пониже пониже яблочко яблочко не знаю яблочко и все потащила в руку а вы били к цветарьку а ты баранка вы бери и кузора утащила меня старого мульяка шестяна и нога услыхали козу барань за него за него догнали мульяку отняли фуфилишку напоздали его и принесли опять принесли и вот и говорят ну да мы пойдем смотри не давай яблочко опять тебя спрашивают ладно я не дам мне яблочко ага хорошо Дмитрий Викторович спасибо ну вот видите хочется послушать эту песенку конечно нужно издавать эти все вещи отдельно но я хочу сказать что еще раз что все это есть объекты не материального культурного наследия в каталоге культуры РФ называется он Клавдия Ивановна Филина ну в общем Клавдия Ивановна Филина уникальная хранительница московской песенной традиции из деревни Беловская Шатурского района Московской области вот вот видите она Клавдия Ивановна дорогая наша вот фотографии ее да вот такая скромная наша женщина домик подмосковный скромный небольшой совершенно рядышком березка рядышком и вот такие вот уникальные люди уникальные традиции еще раз говорю мещерская и подмосковная такая беловская традиция вот одна из них мы рассмотрели и познакомились с Клавдией Ивановной Филина Филины ну теперь давайте мы пойдем дальше Дмитрий Викторович следующий слайд пожалуйста что у нас дальше о о слава тебе господи дмитрий дмитрий Викторович мастер мастер честно вам скажу но счастье наверное в моей жизни везение то что наша старообрядка подмосковная единоверческого толка Василия Григорьевна Андреянова из Куровского в Куровском она жила была нашей покровительницей нашей учительницей нашим нашим добрым другом в течение двадцати лет каждый год а иногда несколько раз в год мы ездили к ней общались и она много передала и вот то что сейчас ребята достаточно интересно разлетелись в разные профессии но все это несут во многом это заслуга несут традицию в себе заслуга Устине Григорьевне Андреяновой значит Устине Григорьевне у нас еще раз вы знаете как ни странно она не пела практически не пела но слова практически очень многих песен знала помнила великолепно помнила когда что где исполнилась то есть контекст исполнения самих песен она плясала саму эту степановскую кадриль значит и хочу сказать что это Устиня Григорьевна смогла сделать так что традиция московская и вот эта вот традиционная составляющая стала заметна она приходила к людям самого разного толка начиная от руководителей администрации официальных до простите глав совсем противоположных так скажем объединений и она всех со всеми находила общий язык могла всех построить скажем так и чтобы они сделали то что нужно а что нужно чтобы традиция чтобы вот наша жизнь по нравственным таким началом она наполнялась им она сохранялась Устиня Григорьевна была инициатором восстановления степановской кадрильи она родом из этой деревни гуслицкой старообрядческой деревни московского московского московской области и хочу сказать что кадрильи это чрезвычайно характерное явление для москвы и подмосковья практически в каждой деревне можно увидеть услышать и сейчас до сих пор остатки того что плясали по крайней мере расскажут об этом это широко распространенное явление кадриль вот у нас в экспедициях остатки есть Челоховской кадрильи ближнее там о том что ее плясали Щелковская великолепно интереснейшая кадриль Елизаровская кадриль ее сейчас танцует вот Артамонов Николай у нас да своим коллективом Степановскую кадриль которую тоже мы бережем и всячески пествуем то есть это еще многое предстоит к обработке этим материалом на сегодняшний день Степановская кадриль и колеса выложен на портале культуры РФ как объект материального культурного наследия я постаралась вам дать полную информацию по этой кадриль и представить все фигуры которые в ней есть значит там колеса заканчивается колесами пяти колесами и там семь этих сам сама кадриль состоящая из семи колен вот так вот я хочу сказать что сама Устини Григорьевна танцевала ее не говорили играли именно плясали кадриль говорила она что существовали кадриль до войны после войны они исключительно под пение без гармонии а после войны стали исполняться под гармонь то есть в Степановской кадриль каждый номер каждое новое колено исполняется под определенный наигрыш гармонии это в саду ли в огороде есть запрягуя тройку борзок березы среди поля стоят ели метелица коробочка то есть есть достаточно поздние а есть и так сказать более ранние такие там фигуры да на одной из них просто сейчас нет смысла моя цель не представить вам Степановскую кадриль я не говорю так ну мельком практически потому что я представляю сегодня мастера Устине Григорьевну которая все это смогла смогла сохранить понять довести до людей вот так вот в одной из них кадриль когда мы с ансамблем оберег приезжали в Степановскую к Устине Григорьевне показывали ей здесь так здесь так а здесь не так а здесь не так говорит смотрю она улыбается молодцы молодцы а тут смотрю что-то с лица это самое стало суровой подходит ко мне Германа в яблоньке ты не то делаешь я тебе завтра напишу и вот она мне завтра переносит листочек на котором она написала другие совершенно движения и печать поставила подпись свою вот у меня даже есть статья в живой старине в журнале живая старина на эту тему вот такой народный документ что ли в котором она дает свою терминологию называет парень и девушка называет дамы-кавалеры вот и пишет о том что кадриль эту степановскую кадриль называли круглая кадриль у них в деревне да потому что вот эти пять колес они исполнялись по кругу не пара на пару шесть пар исполняли вообще степановскую кадриль и колеса разыгрывались на шесть по ростине григорьевна говорила ну крест на крест они три раза практически одно и то же заводилось да напротив пары а колеса как раз игрались по кругу и вы знаете когда идет колесо на такое ощущение что просто действительно метелится действительно какое-то вертящиеся совершенно колесо то есть люди не должны были практически стоять они или кружились с партнером или они кружились в той фигуре которая образуется или они сами как-то припрясывали докруживались когда там ожидали партнера немного ну в общем это такое постоянное течение постоянное движение какое-то такое вот крутящиеся колесо вот давайте мы сейчас послушаем степановскую кадриль в исполнении ансамбля оберег а нет у нас еще есть фотографии пожалуйста сейчас мы покажем вам фотографии видите это подпись у стени григорны то как они плясали кадриль в восемьдесят первом году она была восстановлена кадриль вот и три фотографии три фотографии первая вторая и четвертая это везде сцена дома союза композиторов это известные исторические фольклорно-этнографические концерты тысяча девятьсот восемьдесят шестой год и именно здесь в общем-то было признано то что степановская кадриль и колеса это чрезвычайно интересное явление достойное внимание поддержку хорошую получили исполнители они очень гордились грамотой который щедрин председатель союза композиторов и выдал вручила за участие в этом концерте и вот они видите назовем этих женщин да Федулова Анна Федоровна Богомолова Мария Ильинична Андрианова Истине Григорьеве и Афанасьевна Афанасьева ой даже не помню сейчас посмотрим у меня есть степановская кадриль вот смотрите да к сожалению имена ученства да вот Федулова Акулина Федоровна Богомолова Мария Ивановна Истине Григорьевна Андриянова и Кузнецова Надежда Кирилловна да очевидно так значит и левая левая фотография это уже у клуба около клуба видите вот этот вот забор такой вот наш степановский и танец стройка клуб Устиня Григорьевна смогла организовать вернее не клуб а музей в помещении школы школа очень хорошее выстроенное деревянное великолепное большое очень здание ой какие там печи настоящие интереснейшие как они здорово выложены сколько там всего такого хитрости всяких придумок всяких в них одни печи чего стоят настоящие такие беленые так вот там музей который занимает несколько комнат и комната в которой учатся дети вот до недавнего времени школа это функционировало вот жалко я не пригласила на нашу встречу Богомолову Любовь Федоровну перешню директора клуба она бы может быть нам подсказала но сами понимаете что тенденции не самые лучшие и так Таня стройка около около местного музея Степановского старообрядческого единственное у нас в Подмосковье старообрядческого музея так дальше следующий слайд следующий слайд это бабушки вот так они были одеты ну а теперь давайте Дмитрий Ильич запускайте пока я говорю вот он ансамбль оберег у нас на 4 пары потому что 4 мальчика сложились у нас вот так вот сложились 4 парня мы не стали девчонок занимать вот пошло движение да ваше салют Продолжение следует... 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 в Музее христианской культуры в деревне Степановская. Ну ладно, в общем, интереснейшая яркая личность, с ее биографией можно познакомиться в интернете. Я думаю, что вот мой долг сделать отдельный объект материального культурного наследия действительно по тому, по биографии, по жизни, по Достине Григорьевне, описать нашего такого большого мастера-деятеля, преданного традиционной культуре Подмосковья. Ну и дальше мы идем. Теперь, собственно, следующий, пожалуйста. А, нет, следующий слайд у нас уже будет, наверное, наверное, будет у нас уже. Дима, у нас следующий есть слайд без видео? Если есть, то запускай. Да, вот так. Вот смотрите, мы с вами посмотрели сейчас с Устине Григорной и с исполнением фольклорного ансамбля «Оберег» уже другую традицию, она совсем другая. Она выше, она плотнее, она более, что ли, более поздняя. Она с другим репертуаром. Таких кадрилей не было бы там вот в Мещере. То есть это регион гуслицы, старообрядческой гуслицы по реке Гуслянки, которая впадает в Москву-реку. Это другой бассейн другой реки, Москвы-реки уже у нас идет. Вот. И здесь тоже свой устойчивый репертуар. До сих пор до нас неплохо дошла свадьба. Есть у нас в результате, в экспедиционных материалах Степановская свадьба. Есть материалы, которые говорят о других кадрилях этого же региона. Вот. И мы с вами, собственно, идем уже не в старообрядческую деревню Субботина Павлопосадского района Московской области. И знакомимся здесь уже с конкретным мастером, носителем, хранителем традиции вот этой деревни. Локальной традиции Субботина, Павлопосадский район. Это Большакова Любовь Сергеевна. Вот она у нас справа стоит, вот полненькая такая в розовой кофте. Большакова, да, Любовь Сергеевна. Покажите, пожалуйста, нам две проходочки, когда вот Нина танцует и следующие. Угу. А на глазах у вас есть, все, по-моему, ходи. Как она пространство задействует, да? И вот она кланяется в конце каждой проходочки поклон и выбирает Ивана Иваныча, конечно, рыженького. Вот посмотрите, это вот мужчина, мужская традиция. Вот она минимально дана в наших экспедициях, но она едет. Он большой, высокий. Руки раскинул. Все, Дмитрий Викторович, все, спасибо. Заканчиваем показ, да. Свадебные проходочки деревни Субботина тоже объект. Познакомьтесь, пожалуйста, с ним. А я в целом хочу сказать, что Любовь Сергеевна Большакова, она все эти проходочки помнит. Она нам все рассказывала, как все это исполняется. Мы были у нее дважды, на будущий год приехали со студентами. И как народ более энергичный, эти проходочки, ведь они, правда, не сложные. Мелодии не сложные. Что там, походить немножечко и чуть-чуть рукой вымахнуть. Стали они поэнергичнее делать, да раз, плясывать во все. Любовь Сергеевна посмотрела, говорит, а чего это вы так расплясались-то на степи находить. Но потом в конце там немножко можно, а то нет, не так и темп не тот. Вот. И, в общем, следят они за традицией. Нас, молодых, тогда поправили и сказали, ребята, это что-то не то, это не проходочки уже, да, так корректно намекнули нам. Я бы сказала, не то, что корректно, а впрямую. Сказано было, что делаете вы не то. Вот. Поэтому Любовь Сергеевна, опять-таки говорю, которая тщательно следит за традицией, вот она нам это подсказала. Значит, много песен пела, много рассказывала, что те же проходочки исполняются в рамках свадьбы, когда столы выносят и приходит молодежь. Раньше молодежи на свадьбах в Москве не бывало, гуляли только два старших представителя рода, двух родов. Молодежь входила только когда перерыв, когда старшие уходили отдохнуть. Вот здесь она начинала вводить свои проходочки, целовальные в конце, там, петь песни, разыгрывать хороводы. Они так и называются свадебные проходочки. Вот. Следующий, пожалуйста, кадр. Следующий. Любовь Сергеевна мы увидим еще, как носители традиций, очень древний и очень... Нет, 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 это Дмитрий Викторович. Так, обход дворов в Восточном Подмосковье. Ага. Сейчас мы вернемся к Любовь Сергеевне. Сейчас немножечко другое. Итак, мы с вами путешествуем по Гуслицкой, пред Гуслицкой такой деревне. Значит, это деревня Стенино, Орехово-Зуевского района. Это так называемый заход. То есть это и старообрядческая территория, и близко прилегающая к ней территория. Считают, вот мне говорил, говорили сами старообрядцы, что без захода, без пред Гуслицкой территории нет и самых Гуслиц. То есть так вот важно вот эта вот контактная территория с другим, с поселениями другого вероисповедания, да? А сама Гуслица, то есть она даже обладает своими какими-то характеристиками культурными, традиционными. А сама по себе Гуслица — это район известнейший, старообрядческий, где не только песни, не только кадрели играли, или, так сказать, березку водили, о которой мы сейчас будем говорить. Это район со своим рукописными книгами, с прекрасной гуслицкой росписью, где заставки книжные в основном выполнялись. Миниатюры минимальны, в основном это буквицы были, вот, так сказать, начало строки, да, такое. И такие вот порожки, что ли, такие вот бордюры они оформляли в своих книгах. Гуслицкая роспись удивительная, она очень витиеватая, звонкая, интересная. Обратите внимание на эту роспись. Выполняла, кстати, перрон, достаточно сложная для воспроизведения роспись гуслицкая, книжная. Вот, там же было гуслицкое литье, было у нас в Гуслицах, была еще и, я уж теперь у нас говорю, да, столько лет туда путешествия, была еще и пение там было, особая старообрядческая, известные хоры старообрядческие, они вот из этих мест нам говорили, что учили петь по крюкам и по солям, то есть и по нотам, и по крюкам в этих певческих школах, в частности, ну, в общем, там, рядышком, недалеко от Стенина, была певческая школа. Итак, мы видим с вами уникальный, древний совершенно обряд обхода дворов на Троицу. Детки вот такие веточки березы заготавливают, с вечера взрослые, дети украшают их и взрослые клинушками, вот вы видите, тряпочками раньше, теперь стали ленточками, теперь стали уже, на моих глазах менялось оформление, вот это вот снимок 99-го года, а вот сейчас уже спустя лет 15 уже шарики навешивают, и много искусственных цветов стали добавлять в это все, а раньше бабушки украшали это еще шкарлупками, а вот яичко, вот, и вот обходят и поют песенки, причем поют или вот так вот у двери дома, или у ворот, или у окна. Видите, очень древний способ деревни Коровина в 2001 году. Из окна подавали, окно это тоже в пространство, в доме такое традиционное пространство. Мы встречали это только в двух деревнях, такой способ общения с обходчиками через окно. Дмитрий Викторович, где у нас там... А, Дмитрий Викторович, теперь кумушка у нас есть отдельно. Отдельно кумушка, Дмитрий Викторович, который я присылала в отдельном файле. Там есть как раз кумушка, которую исполняют дети. Сейчас. Да, значит, дети утром рано встают, берут вот эту березку и идут. Иногда одна березка на весь коллектив, так было раньше. Сейчас, как правило, у каждого свой пакет, и у каждого своя березка. Пожалуйста, кумушку слушаем. Кумушка, кумушка, кумушка моя, три, два, три, два, твоя листка, три, два, по колодичку, по колодичку, по тесному всему, через мой фигурок, по колодичку, по пирам, подай под кумушку и сикапельку. Спасибо. Итак, кумушки. Так вот, я хочу сказать, что вот в этих кумушках это настолько интересная традиция, что не только вот такое скандирование с удивительным традиционным текстом, возможно, таких текстов у меня, в моих экспедиционных записях, у нас, наверное, уж что 40 точно. В каждой деревне своя была кумушка. Это обязательно было. Чем-то отличалось от соседней деревни. Я не встречала одинаковых кумушек в разных деревнях. Так вот, как раз Любовь Сергеевна Большакова, которую мы с вами смотрели, исполняла проходочки, она нам показывала, да, вот она и рассказывает о том, как же эти кумушки водились хороводные. То есть показывает обрядовый, календарный хоровод, вождение кумушки, вот такого хореографического плана. Это чрезвычайно редкие для Подмосковья кадры. Одного из интереснейших носителей это Любовь Сергеевна Большакова. Пожалуйста. Дмитрий Викторович, видео следующее, о котором мы остановились. Вот это, да. Мы к тебе идем, по яичку несем, по тройничку, по тройничку, а еще с ума разперлина. Их, 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 ищи, и там, и, 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 и. Вот жалко, что оборвалось здесь. А дальше Любовь Сергеевна говорит о том, что водили кумушку, потряхивали колокольчиком, и у каждого дома такие хороводы водили, хозяйка, хозяин выходили, благодарили, ленточку привязывали, ленточки на кумушку и брали кумушку водить только тех, у кого в доме были ленточки. Это значит богатый, состоятельный, рачительный хозяин. Нет у тебя ленточек, дорогая, таких вот потласных, красивых ленточек, шелковых, значит кумушку водить ты не будешь. В конце года куму разбирали ленточки, клали до будущего года. Вот такая у нас Любовь Сергеевна, которая хранительница очень редкого жанра подмосковного, танцевального жанра. То есть она нам дала субботинские проходочки, и она нам представила вот эти два варианта. На второй не будем смотреть, но у нас два варианта хоровода, который исполнялся в рамках обхода дворов на Троицу. Уникальнейший материал. И это вот то, что вы слышали, вот это и есть такая гуслицкая традиция, она достаточно нейтральная, она достаточно поздняя, но все равно в целом по сравнению с другими региональными традициями в ней выделяются и стилистические, и репертуарные, и доминантные какие-то вещи, признаки традиции. В частности, например, доминантным обрядом наиболее распространенным в Подмосковье была Троица. Дальше идем, Дмитрий Ильич. Что у нас дальше? Ну да, вот, теперь Татьяна Ивановна Шукаева. Ну, это моя любимая. Да хуя, разве можно сказать, кто из них нелюбимый? Ну, это удивительный совершенно голос и удивительная судьба. Она в серединочке, наша дорогая Татьяна Ивановна. Вот справа это Клавдия Ивановна Лачина, директор клуба из Субботина. Правая рука Большакова, о которой мы сейчас говорили. Слева, ну, понятно, кто это, да? Это сколько же лет? Лет 20 с лишним назад было уже. А справа, ну, это я, Елена Геевна. А вот в серединочке Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна Шукаева. Голос у нее просто фантастический. Родилась она в 21-м году в деревне Логино в Палопосадском районе. Всю жизнь прожила в деревне, работала в колхозе. И обширный, просто обширный песенный репертуар. Более 100 песен лирики. В основном лирики мы записали от нее. Перешел к ней от, собственно, от родителей. Прекрасно пел отец, три брата, мать, сестра. У матери был низкий голос. Он был близкий, как у Татьяны Ивановны. Сестра пела выше. Исполнительница удивительно полно описывала голоса родных, входящих в семейный ансамбль. У самой Татьяны Ивановны такой достаточно низкий грудной голос, но диапазон широкий. Она и высоко напряженная, и высоко очень красиво поет. Братья обладали, она говорит, высокими тенаронными голосами. А хранителем традиции был отец. С 1892 года рождения. Песни Татьяны Ивановны Шукаевой в основном поздние лирические, романсы, любовного, семейного содержания. Основные образы девушки, парни, муж, жена, тематика, любовные переживания. Песни в исполнении Татьяны Ивановны по своим тематическим, коэтическим особенностям, входит число общей русской песенной традиции, такой вот XIX век. Вот, собственно, мы будем говорить в конце о творчестве, о наследии Петра Глебовича Яркова. Так вот я хочу сказать, что Татьяна Ивановна, в общем, близко, может быть, воспринимает похожие вещи. Переходные традиции в одно, в другое переходило. Вот вместе с хором. Я бы сказала, что следующая ступень развития вот того, что есть в голосе Татьяны Ивановны, в ее мировоззрении, в ее репертуаре, в ее подходе к песне, это будет как раз вот старниковская традиция, которую воплотил Ярков. То есть тот третий, третий, ну, центр этнографический, который мы будем описывать в Москве. Итак, те же у нее переход устного кукуашка, лисуачка. Ей часто заменяется и перейду. Непростая кинорейка, то есть она, в принципе, икая, так вот как во многом, в основном, в Восточном Подмосковье. Вот одна из особенностей дарования нашей певицы, умение показывать отдельные партии. Вот мы удивлялись, как она свое сольное исполнение дополняла, слыша всю мою голосную фактуру. То есть опираясь на свое собственное пение, она могла достраивать вторые голоса до партитуры, до полной, когда мы включали запись ее же голоса. Или даже когда одна пела, она давала варианты движения голоса выше или ниже того, что она исполняла. Давайте послушаем песню в исполнении Татьяны Ивановны. Одну из самых интересных. «Шла Машонка Маша из лесочка» лирика. «Шла Маша» лирика, Дочко себе, Маша, да дружку, себе да дружку, куда Маша речку переходила, пастушка. Дочко себе, Маша, да дружку, себе да дружку, себе да дружку переходила, пастушка. Дочко себе, Маша, да дружку, себе да дружку, себе да дружку переходила, пастушка. Дочко себе, Маша, да дружку переходила, пастушка. Дочко себе, Маша, да дружку, себе да дружку переходила, пастушка. Там как Татьяна Ивановна Шукаева, мастера из деревни Логинова. В свое время я знаю Марьи Борисовны Чернышевы, чрезвычайно понравилась Татьяна Ивановна. Она ее называла Глинкиной, нашей подмосковной Глинкиной. Настолько интересен репертуар. И вообще она нам и танцы при плясывании показывала, с платочком известные хороводы там и так далее. Смотрите, чудный месяц плывет над рекою, шумел камыш, ехал на ярмарку, хоть купец, я под окошком проливался, вы не видите все черные кудри. Вот Перу была в обеседушке, соловейку кошку уговаривал, саду Маши гуляла, непростая канарейка. Поутру рано жавороночек поет. Вот такой список поздней достаточно лирики и романсов. Но поет она с удивительным, с удивительным совершенно чувством, ощущением, любовью. И мы привозили Татьяны Ивановны песни, которые пытались распевать. И давали где-то какие-то ребята верхние голоса уходили, так немножко ремиксово наверху. Знаете, как в конце, раз, октава в конце разошлась, она говорила, ты чего, куда? Мы так не поем, мы в унисон, мы все вместе, в местях все мы. Вот, поэтому тоже достаточно эталон звучания у нее был постоянно перед ней, и ходить куда-то не туда не позволяло. Это мастер, который, безусловно, хранил традицию. И очень рада, что нам удалось записать Татьяну Ивановну Шукаеву, и представить, как знатока вот этой такой гуслицкой промежуточной традиции между Сторняковым, между Броницами и Мещерой, о которой мы с вами говорим. Ну что же, давайте дальше идем. Так, что у нас там дальше? Дмитрий Викторович, кто у нас дальше-то? Ситников Иван Аберьянович, да, у нас? Ага, мои дорогие, но здесь не получится, к сожалению. Я очень искренне благодарю Федю Степового, который мне передал кассету, с курьером смог в наше сложное время, не техника. Она оказалась не оцифрованной у нас вот сейчас, да, в нашей ситуации. Что есть дома, то с чем мы и работаем, да, ни до какого сейчас архива не добраться. Поэтому не получится. Но я хочу сказать, что хотела представить вам второго Ивана. Был у нас Иван Иванович в Степановских, в этих субботинских проходочках. Это старообрядец, видите, в Зулавке он, с Лестовицей. И надо отдельную статью просто готовить о нем. Сколько он всего интересного рассказал о традициях, как они все играют, отмечают. Он рассказал сказку с напевом «Дунька, бычок», «Дунька, петушок да бычок». Как он хорошо переходил там про Вавью, говорил, «Робятушки, ребятушки, поубедайте, поубедайте», как она приходила. И как он на ритмические вещи, когда бычок скакал, переходил. Это нужно слышать. К сожалению, не могу вам показать, но свой долг как-то выполню и сделаю. Да, у меня, кстати, в Вестнике Российского проклятного союза есть статья о Иване Верняйче Ситнове, 23-го года рождения, деревни Степурино. Это Павлопосадский район Московской области. Это самый настоящий гусляк, мощный, казалось бы, закрытый. А да, он слепой с молода, он ослеп после болезни. И с удивительным совершенно жизненно утверждающим отношением, с пением, со сказками, с колыбельной у нас нам спел. Причем не просто колыбельной, а со смертной тематикой. «Выроем ямку, зароем мамку». Вот, кстати, это единственная колыбельная со смертной тематика, которую мы записали в наших экспедициях в Подмосковье Восточном. Ну, что скажешь, мужчины, у них такой свой мир, так скажем. Так что Ситников Иван Аберьянович тоже представитель, даже, я сказала, в меньшей степени пения, он скорее как философ такой народный представляет, который рассказывает, показывает, с удовольствием делится. На следующий день, когда студенты пришли, он, ой, наши пришли, жене говорит, давай накрывай самовар, давай ставь. То есть вот при всей замкнутости, да, казалось бы, старообрядчества, вот такие потребности в открытии миру есть. У них он, Иван Аберьянович, принадлежит к древнему купеческому роду, которому принадлежали вот как раз леса эти здесь, вот леса, в которых он живет, они все принадлежали его предкам. Ну, а сам он теперь вот такой вот скромный, слепой, я бы не сказала, доживающий, очень активно живущий, у меня еще большую семью, внуков, такой вот москвич. Ну, и теперь давайте мы посмотрим Сторняково. То есть заканчиваем говорить о такой гуслицкой традиции, да, среднерусской типичной, может быть, не с очень яркими чертами, но опять-таки Москва в ней узнается. И дальше мы идем к следующему региону, это Гронецкий регион, это Сторняково, прежде всего, Раменского района, да, это к Москве-реке уже ближе идем, вот. И послушаем мы, да, в чем здесь суть. Дело в том, что известные ученые, вот, и Геннадий Геппиус, Анна Васильевна Руднева говорили о том, что московская традиция — это вот такое двухрегистровое хоровое пение большое, развернутое, где и низкие голоса у нас идут, и тонкие фторы идут, и такие развернутые очень голосовые партии, и вот это является лакмусовой бумажкой московской традиции. Наверное, давайте мы сейчас послушаем. Дело в том, что хор Ярково, вот она, деревня Сторняково, Раменского района, хор Ярково, я не могу сказать, что он носит профессиональные черты, но там была определенная система занятий, которая уже позволяла, ну, сделать более развитой, что ли, вот, саму по себе традицию музыкальную, потому что это с 19-го года у Петра Глебовича Яркова хор был уже практически на работе, да, вернее, там в 19-м году организовала, с 24-го, с 25-го годов, там, в общем, люди уже состояли на работе, получали зарплату, действительно, репетировали, пели, колоссальное количество выступали раз, записывали пластинки, вот, то есть это такой сосредоточенный, прекрасный крестьянский хор, который, в общем, где-то был уже на профессиональных основах. А вот деревня Старняково Раменского района чрезвычайно близкая традиция, недалеко относительно, недалеко расположенная. Давайте мы послушаем, как же это звучало вот в этнографии, в подлиннике в таком народном. Давайте слушаем «Мимо моего садика» лирическая песня Старняково Раменского района. Дмитрий Викторович, это «Мимо моего садика». Дмитрий Викторович, это «Мимо моего садика». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот видите, вот одна из характерных черток таких, вот я говорила, высокие звонкие голоса, развернутые очень, партитуры такая действительно серьезная. Здесь Мария Степановна Степушкина, она запевала, ее голос прямо выделяется даже как основа в этом коллективе, да, и она тоже является очень интересным носителем традиции. К сожалению, у меня нет фотографий, тоже нужно ехать в Старниково и пытаться получить у родственников ее фотографию, потому что она дожила более 100 лет. Существует пластинка деревни Старниково, да, кто-то называет Старниково, но все-таки когда я была, там говорили Старниково. И ее можно, видите, какое шикарное пение, ее можно воспроизводить, и мы в ансамбле «Оберег» очень много пели Старниково, нам оно невероятно нравится, просто от него отказаться невозможно. Это такая ширь, такое удобное пение, настолько оно захватывает, притягивает, оно просто не отпускает, я бы так сказала. На сегодняшний день это, безусловно, ведущая традиция музыкальная в Старниково, у нас в ансамбле, да, вот деревня Старниково. Я хочу сказать, да, и теперь давайте мы перейдем к Петру Глебовичу Иркову, к его коллективу, к его коллективу, который, конечно, чрезвычайно интересен. И деятельности вот этого, этого крестьянина, крестьянина мы обязаны очень многому, безусловно. Вот региональный стиль сложился вокруг Бронец, деревнях Междуречья, рек Москвы и Оки, вот туда уже южнее мы идем, да. Безусловно, его мелодическая выразительность, очень высокая певческая тихи туры, широкое голосоведение, импровизационность развитая, репертуар известный. И определяющим для этой традиции будет, конечно, высокое головное пение. Вы знаете, вот мне интересно было, откуда вдруг оно появилось, на севере нет, на юге нет, юг. Я вот с Еленой Владимировной Бессоновой очень много общаюсь, она умничка, кстати, я уверена, что у нее в Южном Подмосковье немало традиций, даже я на слух их несколько выделяю. То узенько-узенько, плотко-плотно поют, то так широко раздурно там и так далее. Вот, так вот я хочу сказать, что этот стиль, он чрезвычайно интересен именно высоким тонким голосом, потому что так поются обрядовые весенние заклички лирические песни, которые приурочены к весенне-летнему периоду. Ты березонька! Вот прям, знаете, вот как почти петрушечное такое пение, фистульное какое-то, даже еще недостаточно высоко спело, как они запоют, да? Вот, или троицкие уштыкумушка, перебинушка, или страдания, которые на троице выполнялись в очень высоком-высоком регистре головном, мы писали в наших экспедициях. Вот, потом особенность этого высокого голоса в том, что он исполняется снятым звуком, в несколько клиростной манере, и такой стиль пения, который близок к церковному, может объясняться обилием на этой территории, конечно, православных храмов. Многие из них не закрывались и в советский период, а также сосисном гуслице старообрядческой, потому что культура церковного пения культивировалась, оттачивалась здесь очень многие, долгое время, и многие певцы, хороводники пели, были солистами и на клиросе. Поэтому вот такое перетекание, потому что и то, и другое — это образ жизни, это не просто отдельное что-то, да? Ну и, конечно, мне представляется, что, вот как Татьяна Ивановна Шукаева говорила, что главным-то был отец у нас в пении, да? Помните Татьяну Ивановну нашу с Шламашонкой из Лисочка? А мы с матерью да сестрами за следом шли, то есть он заводил, он начинал, как и, так сказать, патриархальный в целом подход к семье, да, к жизни, так и в песне. А женщины-то здесь, как удобно нам петь, когда мужчинам удобно, нам неудобно в основном, мы должны или на октаву выше уходить, или вместе с ними низко петь, это строить. Много головы поломаешь, вот как я в ансамбле, прежде чем мальчиков пристроить, у нас их было много, и как всю эту партитурку сделать. Так что я хочу сказать, что когда мужчины поют, а их много было в подмосковном певческой традиции, просто много было, это была мужская во многом традиция, то мы вынуждены были во многом петь верхние октавные фторы. Вот, поэтому вот такое вот много, на мой взгляд, предпосылок для того, чтобы вот этот вот стиль сложился. Ну, а сам Петр Глебович Ярков, конечно, это удивительное и интересное явление, которое, вот он в середине сидит, да, на фотографии, он в серединке Петр Глебович Ярков. С гармонию, это, я думаю, его сын Алексей. Кстати, у нас сейчас присутствует здесь обезьянин Вячеслав, да, не помню, Анатольевич, по-моему, я думаю, что сейчас в чате, когда начнется беседа, он скажет немножечко, скроевед, который просто жизнь свою отдал для того, чтобы вот наследие Яркова было известным, чтобы такой мощный музыкант народный, блюститель традиции, в общем, был признан, и наследие его жило на сегодняшний день, было актуальным и для всеременных людей, особенно молодежи, да, и вот с его слов я о многом знаю, что вот, ну, понятно, что Петр Глебович все-таки в серединочке, здесь можно по фотографии определить, что здесь есть и его сын, здесь есть и сестра, вот она в нижнем ряду сидит, видите, это и сестра, да, сестра Петра Глебовича, ну, скорее, так я, насколько помню, да, из рассказов нашего краеведа. Так, итак, мы с вами говорим о Петре, Петра Глебовиче, значит, поначалу он собирал крестьян, чтобы разнообразить песнями «Зимнее и темное время», постепенно он создал коллектив, который в девятнадцатом году, ну, так сказать, уже получает такие рамки коллектива, и Гальденбейсер, известный композитор, писал, что хор Яркова звучит настоящим народным пением, это всячески следовало поддерживать, потому что сейчас огромная тяга к подлинной русской песне, у нас она вымирает, а они поют песни так, как их поют в народе. Вот еще хочу сказать, что здесь в определенной степени повезло где-то, опять-таки, этому именно региону, потому что по Московской области, в серединке ее, да, чуть ниже, южнее, до сих пор проходит граница двух основных русских говоров, северных и южных, и вот с давних времен в Москве скрещивались эти два основные певческие стиля тоже, и в данном случае можно сказать, что вот как бы более древние пласты, они, ну, нет, я не могу сказать, что они не составляют, нет, конечно, но как бы здесь вот такой вот верхневолвский стиль и овский, они пересекаются вот здесь, на этой границе, как раз, если провести вот через середину Москвы такую линию, да, ну, и важно представляется, что многоколосный стиль народного пения подмосковного вырабатывается в результате слияния не только северных и южных диалектов, да, музыкальных, но и певческих стилей ремесленников, рабочих, армии, то есть города влияния. Именно это является, ярко проявляется в Москве с конца XVIII и весь XIX век, она становится центром художественной культуры русской нации, и в первую очередь песенной культуры, известная фраза о том, что в Москву едем за песнями, а, кстати, ее продолжение, а в Гжель за дудками, вот, нам бы найти бы эти еще гжельские дудки, хорошо бы, вот. Ну, вот, хочу сказать, что в Москве в течение XIX столетия существовало немало народных хоров, которые выступали в Сокольниках, в Марьиной Роще, в Манеже, в них участвовали не только искусные певцы, но и не менее искусные мастера русской народной полифонии, разжечники. Вот восстановление вот этой бы традиции, разжечной, мужской, то, что занимается у Бориса Рафимовича Ефремова и другие музыканты московские, вот, Каркополов Андрей у нас в Институте культуры, было бы тоже чрезвычайно интересным, потому что вот та партитура, развитая в хорах Петра Глебовича Еркова, она во многом очень похожа на разжечную партитуру. Дмитрий Викторович, давайте мы послушаем величальную песню «Виноград в саду растет» в исполнении хора Петра Глебовича Еркова. Пожалуйста, это у нас виды, да? Да, а как у нас, Дмитрий Викторович, это в отдельном слайде у нас, я отдельно пересылала две песни «Черемушки» и «Виноград». Виноград вначале давайте поставим величальную. Да, да, да. Петра Глебович, это в основном, что мы можем сделать в хорах Петра Глебович, Громче не получается? Да, да, да. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Викторович. Ну вот это женский хор, да, вот это вот высокое пение нам представил московское, такое где-то пищащее немножко, да, но, на мой взгляд, оно очень интересно. Жаль, что не слышно его. Вы, пожалуйста, сейчас мы еще одну песню послушаем, сделайте погромче звук, потому что он просто охватывает, в него погружаешься, он ярко имеет такую окраску и воздействие такое очень интересное, приятное, на мой взгляд. Особенно, вы знаете, вот таким звуком мы на Троицу, на улице, когда на улице пели песни летние, вот эти вот наши кумушки, кстати, похожие на певы, которые мы реально записывали в этих местах. Ну это просто такое слияние с природой удивительное совершенно. Ну что же, хочу сказать, что Петр Глебович Ярков свой хор формировал из хор крестьян Бронецкого уезда, в основном это его деревня Дор, хутор, там деревня Малышево, из тех деревень, где мама его родилась, там рядышком все эти вот куст деревень, да, вот, и некоторые из них существуют, некоторые из них уже не существуют на сегодняшний день, но это мама его была известной хороводницей, заводила и песен песен, песенницей. Вот он под воздействием всего этого и вырос, и сформировался. Он был сам хорошим, очень хорошим исполнителем, когда обучался ремеслу в Москве, он какое-то время был там несколько лет, собирал песни всех, и пели все на свете и тульские, и калужские, и смоленские, песни входили в его репертуар потихоньку. Но вот эту вот Москву, канву, он удивительным образом сохранял, любил, и песни адаптировал, распевал, как сам, так и в своем коллективе. Он начинал петь песню сам, пристраивал к себе одного какого-то исполнителя, затем еще вливалось постепенно, да, какое-то количество. Вот пока все не находили друг друга, есть закон о существовании музыкальной партитуры, когда один голос, второй, как бы, контрголос, третий, медиум и так далее. Народные песни тоже приблизительно так строятся, только там свои, своя конкретная ткань, что ли. И это подсознательно чувствовал Петр Глебович, потому что у него не было музыкального образования, и даже и школа у него, в смысле профессионального какого-то образования такого вот в нашем понимании. Он был любитель, удивительно четко, точно чувствовавший песню, не просто любитель, а ее пропагандист, ее заступник, ее благодарение ему сохранились во многие песни. И где-то в какое-то время он даже с хором Пятницкого, не то чтобы соперничал, но если хор Пятницкого, они приглашали крестьян со всей России, собирали то хор Петра Глебовича Яркова, в чем его уникальность, это был хор, составленный из крестьян Гроницкого уезда, то есть это хор, выросший на одной традиции, несмешанной, максимально несмешанной. Вот. Ну вот, еще раз говорю, что много пластинок, и есть кое-что выложенное в интернете у нас сейчас, осталось по хору Петра Глебовича Яркова. Вот. Но судьба распорядилась так, что хор обвинили, как ни странно, вы знаете, в чем? В том, что они слишком много поют календаря, и слишком много поют вот этих архаичных напевов. Вот. Что вот будьте как все, вот, сказать, такие более простые, что ли, песни с понятным содержанием, понятного направления, понятным музыкальным стилем и так далее. Вот одна из причин была, да? Ну и они как-то так вот растворились. Кто-то ушел, вернулся в свои деревни, кто-то составил хор Кутузова, известный народный хор, кто-то попал в хор Пятницкого. То есть песни-то сама по себе исполнители не исчезли. Но вот эта вот чудная, совершенно мощная традиция, которая принята за эталон московского пения, она как-то постепенно нивелировалась. И было время, когда вообще забыли об этой песне. Честно вам скажу, что я вот, получив музыкальное образование, даже не слышала хора в нашей программе, хора Яркова у нас не было. Мы не изучали эту традицию, к сожалению, огромному. Я для себя открыла с большим удовольствием этот коллектив. И сейчас мы припадаем к его репертуару, к его разведению голосов, к его принципу работы, к его афишам, которые подтверждают, что в Москве это было. А задача, моя задача, одна из важнейших задач, это, конечно, сохранить московскую традицию и сохранить Москву как этнографический регион. Я вам постаралась сейчас представить, что Москва — это ярко, интересно и с научной точки зрения, и с точки зрения репертуара, и с точки зрения интереснейших исполнителей традиции. Мы с вами посмотрели вот троих мужчин, которые мы показывали, и нож нашего брата женщин еще побольше. Дима сказал, Дмитрий Викторович, а нет ли там портрета Петра Глебовича Яркова еще с последней песенкой? Нет, да, в конце уже? Вот, Петр Глебович Ярков, говорят, что это профессиональная такая съемка, да, фотокорреспондента, который даже Владимир Ильич Олегин снимал. Ярков-то был вхож, его знал хорошо Горький, у него есть книги, он писал вступление к книге Риса Вильямса о России и так далее. Ну, давайте мы послушаем песню «Черемушка». Сразу предупреждаю, что это не московская песня, она распета, она привезена, привезена, видимо, кого-то из исполнителей, вот, и, ну, она очень нравилась и хору, и самому Яркову. И в одной из афиш, как мне сказал вот Вячеслав Анатольевич Обезьянин, есть сообщение о том, что запевает эту песню Петр Глебович Ярков. Поэтому мы с вами предполагаем, что это именно его голос будет звучать на певе. Я надеюсь, что тот вариант удалось нам найти. Слушаем «Черемушка». «Черемушка», хор Яркова, запеваем Петра Глебча. Слушаем. Дмитрий Викторович, можно показать портрет Петра Глебовича? Что? Портрет Петра Глебовича показать можно? Одновременно подождите. Да, да, не получается, да? Ну, давайте слушаем. Не переживайте. Петра Глебовича, Петра Глебовича, Петра Глебовича, Петра Глебовича. Петра Глебовича, Ну вот, уважаемые мои коллеги, я, наверное, долго уже занимаю, почти полтора часа ваше внимание. Искренне была поделиться с вами тем, что мне очень нравится, что я чрезвычайно люблю, чему посвятила практически вот многие годы своей жизни. Сейчас стараюсь отдавать все, что могу. Какие будут вопросы, может быть, отзывы? Буду искренне вам признательна. Кто-то хочет что-то сказать, спросить? Я хотела бы, если можно, сказать. Я, во-первых, хочу очень поблагодарить Елену Германову. Вы знаете, вот, ну, я много лет уже занимаюсь спортером, экспедиционной работой и знаю практически всех своих коллег, но у меня всегда было какое-то, знаете, чувство такого безнервного восхищения людьми, которые вот занимаются традиционной народной культурой в Подмосковье. Потому что я понимаю, как это сложно вблизи такого большого города, где вот это влияние, ну, нашей современной жизни, оно настолько явное. И вот идут и дачники, и все. И вот так кропотливо это изучать и с таким глубоким включением в культуру, с такой любовью вот к этим народным исполнителям, о которых столько сегодня интересного мы узнали, столько интересных фактов. Поэтому я хочу просто от всей души поблагодарить Елену Германову пожелать ей вообще дальнейших успехов в изучении Подмосковья. И задать только один небольшой вопрос. Вот не собираетесь ли вы в дальнейшем, Елена Германовна, как-то сравнить вот этот замечательный вот этот регион, о котором вы нам рассказали, с другими традициями, с Южным Подмосковьем, вот, который вы упоминали, которым занимаются истоки, с какими-то западными традициями, которые тоже Светлана Ивановна занималась, где очень много переселенцев, но не только, там есть и стучно-подмосковные какие-то, с теми немногими известными нам очагами Северного Подмосковья. Нет ли у вас в ваших планах такого? Екатерина, спасибо огромное за вопрос. Я мечтаю об этом. Только очередная конференция в Институте культуры, которая у меня съела последний месяц просто подготовки, мне не позволяет. Я мечтаю о том, чтобы я смогла сделать хорошую, настоящую, достойную работу с обобщением московской традиции. Есть в планах. Дай Бог, чтобы мне сил хватило. Спасибо. Друзья мои дорогие, может быть, напишите что-то, ваши впечатления какие-то, очень будет важно и приятно для меня. Елена Германова, у нас Вячеслав Анатольевич хочет немножко выступить. Давайте. Да, Вячеслав Анатольевич, обезьянин. Вот то, что я вам говорю, тот человек, краевед, так скажу, извините, Вячеслав Анатольевич, если я неправильно говорю. Меня слышит. Этузиаст в хора Петра Глебовича Яркова. Здравствуйте. Я хочу представиться. Я обезьянин Вячеслав Анатольевич. Занимаюсь только историей хора Яркова. Дело в том, что моя бабушка и ее многочисленные сестры пели в этом хоре. Я уже 10 лет совместно с Жарковой Еленой Петровной, известной тоже вам, занимаюсь историей хора Яркова, собирая материалы. И вот недавно совсем, значит, удалось наконец-то издать книгу, посвященную Петру Глебовичу Яркову. Вот она у меня в руках. Значит, но так случилось, что из-за эпидемии у нас все нарушилось. Хотели мы презентации сделать. Значит, но думаю, все это у нас будет впереди. И еще была мысль сделать второй том этой книжки, но уже музыкальную сторону отобразить вот традиционного подмосковного пения. Я вот только сегодня понял, Елена Германовна, что такое подмосковные традиции. Я все время задавал себе вопросы и думал, чем они отличаются. Сейчас я вроде понял, в чем это дело. Вы мне расскажете, я до сих пор не поняла. У меня очень много вопросов. Поговорим. Что Вы говорили, вот это переплетение старобряческого пения. Очень много переплетений. Кстати, у меня свое мысль, не откуда вот старниковские образовались. Да, очень интересно. Очень близкие. Вы знаете, почему? В 1938 году хор Яркова по причине его посадки распался. Значит, ну это благодаря Захарову, руководителю хора Пятницкого. Это вот в этой книжке все есть. Значит, и тут как получилось, часть участников возглавляла сестра Марфа Глебовна Валяйкина. Валяйкина, да. Есть документы, что она, да, действительно свою хору. И она просто подчистую участников взяла и перешла, и репертуар, и все. А другая часть, они просто перестали ездить в Москву на спирте выступать. В частности, моя бабушка и ее сестры. И у них было много выступлений, было участников из Торнякова. Вот мое мнение, что это как бы вот какое-то ответвление произошло в 1938 году. Ну это, скорее всего, обоюдный процесс. То есть и репертуар хора формировался за счет Старняковских песен, и на Старнякова могли оказать влияние репертуар хора Яркова. То есть, скорее всего, это было и то, и другое. Да, интересно. Потом же там целая история. Да, это отдельно тогда пообщаемся. Спасибо огромное. Вот, уважаемые наши молодежь, вот благодаря таким энтузиастам очень многие вещи восстанавливаются, держатся. И вот хорошо, чтобы вы таковыми были еще. Да, да, да. Спасибо, Вячеслав Анатольевич. По поводу вот экспедиции. А ведь есть варианты, как съездить на экспедицию на метро. Значит, есть несколько направлений. Есть такой, значит, архив литературы и искусства, Рогали. Там есть уникальнейший документ, архив, сейчас я скажу, госрепертуар комитета. Это, значит, специальная папка, там листов сто, я ее в руках держал, до меня эту папку держала только Руднева, я посмотрел. Это то, откуда афиша? Нет, это рядом лежали. А это папка специальная, значит, раньше, чтобы выступать где-то на эстраде или издать пластинку, надо оформить кучу бумаг. И вот там, чтобы спеть песню, есть письмо Яркова, просим включить в концерт какую-то песню. Потом, значит, есть текст этой песни и есть заключение политических консультантов и музыкальных. И причем, знаете, интересно, вот этот музыкальный консультант вот пишет, что первый, второй куплет, он, я говорю, к примеру, народный, а вот третий придуман автором. И вот довольно-таки интересный документ. Да, это интересно. Да, вот просто съездить, посмотреть. Есть там еще переписка с Пришвином. У него же очень много было знакомых у Яркова. Сейчас я пытаюсь найти концы его связи со Станиславским. Дело в том, что когда он работал позапрошлого века на фабрике Алексеева, Константин Станиславский, его же девичья фамилия была Алексеев, он в 1898 году организовал Народный театр рабочих. Как раз в это время работал Ярков. То есть мог быть там. Ну, вообще, чрезвычайно интересно, конечно. Что нужно организовать, я Дмитрию Викторовичу сказал, ведь же есть живая участница хора Яркова, Нина Агапова. У нее 30-го день рождения, 94 года. Спасибо. Так что все, у меня вот такие. Спасибо. Спасибо огромное, Вячеслав Анатольевич. Так, что еще кто-то хочет сказать? За какие-то замечания, вопросы задать, что-то высказать? Так. Всем добрый день из Можайска. Жаль, что практически нет информации по Западному Подмосковью. Записей нет. Хочется лекцию по этому поводу. Наверняка что-то есть в архивах. Нельзя забывать. Видел концерты этномузыколов из Академии музыки. Пели Рузу. Это рядом с нами. Но ведь фольклорный ансамбль, каким бы хорошим он ни был, никогда не заменит народных исполнителей. Ох, это не то, что проблемный вопрос такой. Не надо никого заменять. Вот я всем своим оберегом, большим и маленьким обережком говорю. Ребятки дорогие, мы с вами отвечаем за Восточное Подмосковье, за те деревни, в которых мы были и где мы собрали материал. Вместо Москвы вы не можете петь песни, а вместе с Москвой вы можете петь все, что вы хотите, все, что вам угодно. Поэтому заменять народных исполнителей не надо. Нужно петь вместе с ними. Они существуют, дай бог им здоровья, все, что могли, они сделали. А мы поем максимально на них, ориентируясь. И если уж не к ним, если их нет в живых, то все равно нужно ехать в те места, увидеть, где это было, и петь там, и с теми людьми, которые там еще, может быть, есть. Максимально вот таких, как Вячеслав Антольевич находить, они везде есть. Краеведы, скажем так, они есть просто везде практически в России. История в них жива. И вот нужно собирать эти все материалы, уважать это, и ситуация тогда вам раскрывается сама. Вот у меня в обереге там или со студентами проблемы не что исполнить, а как исполнить все то, что есть, как описать все то, что есть, хотя материалов-то по Москве вроде и немного. Однако что ни возьмешь, то просто уникально и очень удивительно. Впервые практически, получается, описывается по музыкальной составляющей. Вот так. Владимир Борисович, ничего не хотите сказать? Сорокин Владимир Борисович. Спасибо, что... Я рада, что вы с нами. Это еще один человек, то есть сподвижник со Светланой Ивановной Пушкиной, обошедший Москву. Намного раньше меня, наверное, да? Я с 94-го года. Ну, чуть раньше. Зато, наверное, вы в объемах своих и открытиях ничуть никому не уступаете. Очень интересная лекция. И, вы понимаете, постепенно складывается вот такое огромное живописное полотно подмосковного фольклора. В действительности соединяются вот эти переходы традиций. И сегодняшние слушатели справедливо сказали, что не хватает целостности по всей территории. Я думаю, что ваша сегодняшняя лекция вклад в это дело и требует продолжения. И здесь несколько, может быть, таких направлений. Напрашивается буквально антология творческих портретов вот этих замечательных исполнителей. И те, кто с Подмосковья наработал, наверняка смогут дополнить. Ну, в действительности еще Тургенев начал этот жанр, очерк певцы. И Горьки, и другие наши великие писатели видели, а изумительность, уникальность личности вот таких народных исполнителей, мы можем это продолжить и даже обязаны это сделать. А в целом, конечно же, огромные запасы в архивах и в музах и в гос.лит-музее. И нужно подумать, что не антология, а какой-то более детальный свод подмосковного фольклора. Антологию, наверное, рановато, все-таки он еще не закончил свое существование, антологию. А свод... Ее можно продолжить, но она войдет в свод как в более фундаментальные, детальные такой... Спасибо вам, спасибо огромное. Спасибо. Многое проясняется в таких вот наблюдениях над исполнителями. Мы с вами продолжим еще разговор насчет вот этих вот очагов, да, вот этих этноцентров культуры, этноцентров традиции, которые у нас, уверенно, есть материал на эту тему. Да, я рада, что Владимир Борисович теперь педагог нашей кафедры народной художественной культуры. Честно говоря, в Подмосковье мы с ним практически ни разу еще так и не встретились за год работы. А надо бы, Владимир Борисович. Спасибо. Много вечерного дела. Искренне благодарю. Так, что еще? Кто еще нам скажет что-нибудь? Ну, скажите, вас заинтересовала подмосковная традиция? Вот я хочу сказать, что просила Екатерина Анатольевна все-таки три его сестер, но вот нет у нас с этими, знаете, ситуациями сейчас. Более, конечно, хочется развернутой музыки, что ли, наполненной такой, вот услышать музыкантам, да, которую можно взять, скопировать и спеть. А здесь, получается, много реставрационных должно быть работ проведено, прежде чем мы сможем с вами вот петь, да. Но реставрация это должна быть очень умная, очень тактичная. Должна быть, потому что, к сожалению, слишком много уже потеряно. Вот. Я очень рада, Вячеслав Анатольевич, что вышла книга. Ну, мы у вас с удовольствием приобретем несколько штучек, ладно, чтобы на Субинске Тоте был и в Центре был, и лично дома у нас был. То есть, штучек 10 вы для нас оставьте, пожалуйста, хорошо? Ну, Гелена Германовна, я хочу... Владимир Александрович, мы берем. Гелена Германовна, я хочу похвастаться, что... У вас уже есть? Нам сразу, да, подарили. У нас в Центре уже есть. Вот. Что же вы скрывали? А? Что же вы скрывали, когда я готовилась к теме, к своей? Ну, у нас такая ситуация, а потом столько событий происходит в Центре фольклора, что у нас это просто поток какой-то. Нет, есть у нас, подарили, передали нам книжку, потрясающие, там сказанные слова в коллективах. Вообще, это, конечно, уникальная книга. Вот такие люди, как Слав Анатольевич, которые, ну, преданы делу, это, опять же, как вы хорошо сегодня сказали, что вот студенты, которые слушают нас, да, вот молодежь слушает, лекция останется в записи. К сожалению, сейчас, несмотря на то, что учатся в вузах, о том, что люди увлекаются, как хобби с фольклором, мы немножко другие уже, я имею в виду поколение людей. И вот слава Богу, что для нас есть такие примеры, да, вот людей, которые, не знаю почему, к чего, берут и просто посвящают жизнь, творчеству людей, которые, ну, вот хранили память своей земли. Спасибо вам огромное, Вячеслав Анатольевич, это действительно уникально. Очень хочется поддержать проект, связанный с музыкальным, с музыкальной составляющей. Мы с Екатериной Анатольевной об этом уже говорили, потому что мы когда приезжали, у нас в этом году состоятся ярковские чтения, они будут вторые, мы это запланировали на октябрь месяц, да, мы сейчас дату регулируем, вот, потому что, ну, дай Бог у нас вся ситуация регулируется, вот, в регионах, и сделаем, по возможности, конечно, пригласим, опять же, специалистов по Москве, по Московской области, вот, сами подготовим какие-то сообщения, опять же, сделаем концерт, посмотрим, как обозначим проблематику, может быть, шире конференция будет. Елена Германовна, ну, у нас вопросов уже нету, я благодарю вас за интереснейший, великолепный доклад, солидарен вот с Екатериной Анатольевной, что тоже у вас безмерная любовь к этому региону, и, вот, хочется призвать молодежь, ребят, это интересно, это неизучено, да, нужно поискать, нужно в архивы съездить, завестись связями какими-то, но, во всяком случае, это не через две области ехать, это не лететь в, вообще, другой край нашей страны, это вот, это рядом, и традиция интересная, уникальная, мало того, ее можно рассмотреть в развитии, да, то есть, от ярковских записей 30-х годов, посмотреть, что, возможно, еще было, до, буквально, вот, конца 20-го, начала 21-го веков, пожалуйста, обратите на это внимание, потому что многое совсем рядом, да, я хочу сказать, что хор Грисинской академии, вот, под руководством Викторовича Морозова, пели они очень прекрасный репертуар, воспроизводили хор Яркова просто так, что люди не могли даже понять, где запись, а где подлинник, ну, действительно, огромнейшая работа самого хора и его хормистера Дмитрий Викторовича, поэтому в интернете, я думаю, есть же эти записи, да, то есть, можно посмотреть, как бы, немножечко, не то, что осовремененные, но освеженные, что ли, записи хора Яркова, вот, в исполнении хора под руководством Дмитрия Викторовича Морозова, и теперь хор, как называется, Московский молодежный хор, Московский народный хор, Московский народный хор, где, также выпускники Гнесинской академии, в основном, и студенты составляют его основу, продолжает эту добрую, хорошую традицию. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, студенты, наши гости, искренне вас благодарю за интерес к теме, надеюсь, что я открыла для вас немножко Подмосковью, рада, Вячеславу Анатолию, что и для вас я открытие тоже определенное, небольшое, хотя бы, сделала. Вот так вот все вместе, мы каждый, со своей стороны тянем, вкладываем, и, может быть, мы и поднимем этот камушек. Искренне всех благодарю, вот, ну и встретимся на наших концертах Московского фольклорного абонемента, да, еще? Встретимся на наших лекциях. Следующий...